Пион Сара Бернард Колоритный куст пиона Сара Бернард придает любому солнечному уголку сада ощущение роскошного праздника. Сильные стебли не склоняются к земле, а держат почти вертикально крупные корзинки нежного постельно-розового оттенка, позволяя долго лобоваться пышным цветением. Описание Пион Сара Бернхард вывела в начале Ха-Ха века французский садовод Пьера Лемуан, назвав в честь талантливой актрисы. Вскоре пион к условиям России адаптировали ученые из Московского университета. Обладая высоким уровнем декоративности, Сар получал награды на выставках и стал эталоном своего вида. Гибрид Сара Бернард цветет обильно и продолжительно от недели до трех, но позже других пионов. Куст высотой 0,9 метр выпускает на прочном цветоносе одиночные корзинки с тонким ароматом. Крупные соцветия полумахровые или махровые, розовидные или шаровидные. Пышный цветок в диаметре 16-20 см, отдельные экземпляры до 25 см. Лепестки слегка вогнуты к центру цветка. Раскраска лепестков меняется в зависимости от освещения и длительности цветения, от светло-розовых тонов до малиновых или лиловатых. Оригинальность цветков подчеркивает характерная серебристо-белая каемка каждого лепестка. Пион Сара Бернард на основе гибрида выведены и распространены разновидности с белой, красной, желтой и кремовой окраской. Пион Уайт Сара Бернард и Сара Бернард тоже позднецветущие. Кусты производных форм ниже до 85 см, размер цветков также меньше до 15-17 см. Пионы сохраняют эффектный вид весь теплый сезон благодаря плотным темно-зеленым листьям, что к осени приобретает темный багрянец. Листва гибрида Сара Бернард становится зеленой же в апреле и не желтеет летом. Важно! Стебли гибрида устойчивы к полигонию. Агротехника. Посадка неприхотливой в уходе куст пиона требовательной лишь в момент пересадки. От выбора места и времени зависит декоративность растения. Время цветоводы высаживают пиона с конца августа до третьей декады и сентября. Новые кусты зацветают через два года. Посадка пиона в грунт – лучшая почва для молочно-цветкового пиона с углинки с невысокой кислотностью на участках с кислым грунтом. Где реакция пиона ниже показателя 5-6 проводят предварительное известкование субстрата для посадочной ямы, добавляя на один квартал. М почва 450-500 города Гошана известили 200-300 грамм. Доломитовой муки к супесчаному грунту добавляют половину объема глины. В глинистую почву подмешивают песок. Для корневищ важен хороший дренаж и рыхлый грунт. Дополнительная информация. После известкования субстрат обогащает перегноем. Участок пиона хорошо развивается на солнечном, уютном месте, допускается легкая полутень в обеденные часы. Нужно избегать старфанных, сухих песчаных участков или тех, где грунтовые воды подходят на расстоянии 1 метр к поверхности. Посаженные в тени пиона не порадуют цветением. Подготовка саженца упругие деленки корневища пиона с двумя-тремя почками дезинфицируют в растворе марганцовки или в чесночном на 115-20 минут. Затем саженцы помещают выбранный стимулятор роста, согласно инструкции к препарату. Просушенный посадочный материал на срезах обрабатывают дополнительно древесной золой и высаживают. Процесс посадки просторную лунку для мощного куста Сара Бернар лучше выкопать за месяц до посадки. Размер ямы 60 на 60 см с такой же глубиной. Кладут дренаж и готовят субстрат. Для удобрения берут 500 города костной муки, 200 грамм. Суперфосфата, литровую банку древесной золы. Саженцы пионов придерживаются алгоритма посадки. На готовый субстрат укладывают корневища таким образом, чтобы не заглубить почки. Больше 5 см от уровня земли присыпают почвой, слегка утрамбовывая, поливают 5-6 литров воды. Всю поверхность лунки эмульчируют торфом, перегноем или растительными остатками, которые весной убирают. Совет. Интервал между кустами пионов 1 метр. Уход непритязательный пион Сара Бернар хорошо развивается при минимальном уходе. На удачно выбранном месте растение радует цветением 30-80 лет. Под кормкой первые 2 года куст использует набор удобрений, заложенных в посадочную яму. На третий год пионы подкармливают в начале апреля после таяния снега, в фазе формирования бутонов, спустя 2 недели после цветения. Все чаще используют удобные комплексные минеральные удобрения для цветов, руководствуясь прилагаемой инструкцией. Весной также под куст кладут до 0,5 литра древесной золы, присыпая слегка землей. Летом, в начале июля, оправдано внесение раствора коровяка или куриного помета. Органику разводят, соответственно, в пропорции 1,5 и 1,15 минут. Под кормка в конце августа под пион выливают раствор суперфосфата 30 грамм на ведро воды. Сначала гранулы растворяют в литре горячей воды, оставляя на сутки и помешивая время от времени. Затем соединяют с остальной жидкостью. Рахление, мульчирование после полива в почву аккуратно, неглубоко разрыхляют. Кладут сухую траву в качестве мульчи, чтобы сохранить влагу. Сквозняки и ветреные участки быстро снижают декоративность кустов, сбивая нежные лепестки. Но крепкие цветоносы, согласно описанию, выдерживают порывы, не полегая на землю. Поливы полив пионы достаточно засухоустойчивы. Весной и в начале лета кустам хватает еженедельного обильного полива по 20-40 литров для взрослого растения. Позже поливают такой же нормой два раза в месяц, если отсутствуют осадки. В первой декаде августа поливы возобновляют, поскольку закладываются цветочные почки на следующий год. Орошение и опрыскивание орошать пионы лучше вечером, чтобы избежать солнечных ожогов в ясный день. Дождевание куста пиона Сара Бернар из распылителя с мелкими фракциями поможет сохранить его яркую красоту в сухую погоду. Обработка от вредителей сырость как и вредители, может стать причиной возникновения грибковых и вирусных поражений. Фунгициды помогут защитить цветы от грибковых заболеваний. Вирусные мозаики часто приводят к гибели кустов. Обычно такие растения уничтожают. Букет Сара Бернар профилактический пион от болезней и вредителей защищает ранее весной, опрыскивая куст 3 литрами бордовской смеси. Одновременно происходит и обеззараживание грунта. Бронзовый куст цветов садоводы преимущественно собирают вручную. От или избавляются применением инсектицидов или мыльного раствора. Также следят за развитием муравьиных семейств и отводят эту угрозу от куста, перенеся муравейник или применив ядовитые ловушки. Нужно избегать посадки пионов возле малины, земляники, томатов, картофеля и огурцов, которые могут болеть вирусными инфекциями. Пересадка, обрезка, пересаживать старый куст пиона без разделения корневища бесполезна. На новом месте растение обычно чахнет. Ему нужен стресс из-за повреждения корней, что даст стимул для образования новых стеблей и дальнейшего развития. Пересадка пиона важный момент в уходе за пионами удаления от светших корзинок, которые могут стать источником распространения грибковых инфекций. В сентябре и октябре обрезают стебли до высоты 10-15 см. Их можно использовать для покрытия кустов в холодный период. Зимовка осенью пионы мульчируют компостом или перегноем слоем до 3-5 см. Затем прикрывают обрезанные кусты остатками старых стеблей. Корневища хорошо зимуют под снегом. Дополнительного укрытия из подручных материалов не требуется. Размножение травянистой пионы, как гибрид Сара-Бернар, легче размножить делением корневища ранней осенью. Специалисты занимаются черенкованием или отводят сильные стебли для ростков. Выращивание пионов применение в ландшафтном дизайне пионы. Выразительные солисты красиво смотрятся и групповые посадки из однотонных. Или различного цвета сортов. Весной на фоне их темной листвы выигрывают яркие луковичные. Летом партнерами пионов ставят петуни, лилии, герани, флоксы, осенью острые хризантемы. Цветки Сара-Бернар создают привлекательный ароматный букет. На садовые лужайки станут притягательным островком для отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok